всем ласковый привет сегодня у нас челлендж старый забытый которым я закончила поведение канала можно сказать этой весной а теперь я продолжаю и это челлендж смайлы для тех кто не смотрел или подзабыл возможно вот правило есть рандомайзер который выдает различные смайлы я с помощью него какие-то выбирают три смайла точнее он не говорит какими я буду пользоваться для рисунка и я на их основании рисую арт в котором должны поучаствовать все три смайла прошлый раз это было сердечко это был какой-то смайлик задумчивым взглядом и что-то еще я уже забыла на самом деле что еще если что ссылочка на это видео будет также в описании в этот раз мне попались смайлы фиолетовое сердечко да снова сердечко тут не удивил рандомайзер сожалению потом это закат и лимон вот насчет лимона и заката у меня сразу начали возникать такие теплые образы наверное кстати может быть это просвет но мне почему-то думается что это закат и тем более уж лимон закатом очень хорошо сочетается такие солнечные желтые цвета яркие а насчет образа который возник у меня в голове сначала он был другим не таким какой вы видите сейчас я сначала задумала нарисовать какой-то лимонный сад уж не знаю где такие сады может быть в испании в каких-то теплых краях в том числе я знаю что в абхазии выращивают лимоны и я бы с удовольствием побывала в тех краях вот именно во время когда собирают урожай очень хотелось бы поучаствовать даже в таком мероприятии тем более на природе трудиться даже очень приятно конечно есть свои какие-то неприятные моментики но зачем о них думать когда я еще даже не полетела туда где участвовала в этом мероприятии но да ладно в общем хотела я изобразить цветущий сад там оказывается еще на смайлике помимо заката есть горы которые я кстати в первоначальном скетчем упустила и в общем вот сам этот закат и на него смотрели бы маленькая девочка собачка и два котика одного из которых она бы обнимала собственно я наверное здесь сейчас ставлю скетч который изначально у меня получился но я подумала что мне не будет интересно это раскрашивать увы я придумала идею которые мне по итогу не очень понравилось что-то такое не мое во всем этом было и я остановилась все-таки на образе девушки и обыграть лимон я решила также у меня собственно изображен лимонный сад и также будет и закат а вот сердечко фиолетовое как-то не очень сюда вписывалась потому что это больше какой-то абстрактный предмет а не какой-то предметы жизни и я долго не понимала куда мне его поместить на рисунке по итогу я решила украсить им платье девушки которая изображена дама в которой у меня получился рисунок мне очень нравится все такое солнечное и летнее а уж тем более сейчас когда скоро совсем скоро нужно прощаться с летом и наступает осень ну кстати такая же золотая как эти цвета которые у меня на рисунке и было очень приятно работать с такими цветами и даже девушки я решила добавить оранжевые рыжие волосы ну чтобы уж до конца все было таким приятным и теплым этап раскраски мне особо нечего сказать это больше такая медитативная часть как раскраски в детстве когда контур уже нарисован ты просто себе закрашиваешь и каждая линия которая заполняет приносит какое-то удовлетворение а вот этап когда уже карандашом я наношу стрихи какие-то детали уточняю вот это моя любимая часть именно тогда ты видишь что не все потерянное и рисунок возможно выйдет даже красивым так и было в этот раз так как повторюсь это было на скорую руку и много чего мне не нравится в лайне как получилось и возможно даже идею я могла бы как-то более интересно обыграть особенно на фоне последнего видео с пинтерест но все-таки три смайла для идеи для меня как-то наверно может маловато поэтому и тут попроще получается а вот в пинтересте там каждая деталь уже расписана и ты просто сопоставляешь все получается более насыщенные что ли картинка но и такие простые арты я думаю тоже нужны и наверное они даже больше служат для оттачивания каких-то навыков например тот же лайн делать ну не в этот раз конечно не обращайте особо внимания но именно когда хочешь что-то определенный повторить какой-то элемент или тот же вот действительно лайн сделать то ты просто берешь маленькое изображение и доводишь его до идеала хотя я слышала мнение что наоборот большие работы позволяют более развивать быстро то что ты хочешь но мне не нравится эта идея потому что скорее всего просто большую работу я заброшу и до конца не доведу уж тем более сталкиваясь постоянно с мыслями о том что надо сделать идеально и так как надо по правилам а у меня что-то не получается вряд ли мне это принесет удовольствие насчет лайна я решила остановиться на том же варианте который был в первом видео по этому челленджу сделать его черным что вообще-то ну редко встречается на моих работах до недавнего времени точнее встречалась потому что последняя моя работа по пинтересту тоже с черным лайном и использовала я уравнивание автоматическое для линий но не везде например это выравнивание мне совсем не на руку играла бы там где рисовала какую-то растительность и костики всякие травку мне не сказать что прям супер понравился такой line как он смотрится без раскраски и не до конца я была в нем уверена но и особо ничего менять я не хотела потому что на самом деле признаюсь я делала этот арт на скорую руку почему-то я затянула со съемкой этого видео и мне не хотелось останавливаться у меня какая-то сейчас задача стоит для каналов просто побольше почаще выпускать видео если я заторможу сейчас то возможно снова у меня будет какой-то большой перерыв также я хотела сердечко вот это использовать для украшения платья и соответственно платье хотела сделать фиолетовым но мне не понравился этот яркий цвет и так все слишком броское на рисунке и желтые закаты желтые лимоны такая зеленая кислотная трава потому что я выбрала яркие оттенки так как солнце все-таки падает и освещает всю эту травушку-муравушку которая конечно же будет яркой она не будет какой-то приглушенный это не день это даже не вечер но мне не понравился вариант с платьем я решила его сделать посветлее немного напоминает это из челленджа пинтерест девушку но все-таки я скажу мне даже наверно больше понравился этот вариант так как в этот раз я не заморачивалась над прорисовкой деталей и с аккуратностью у меня конечно же тоже проблемы снова у меня возникли проблемы с прорисовкой рук и я снова ничего не стала исправлять пускай остается так как есть и фон тоже я сделала максимально простой мне нравится таким способом прорисовывать растительность не уточняя детали хотя очень много когда я уже добавляла штрихи карандашом поверх сплошной закраски я там очень очень сильно пыталась передать какие-то детали в виде веточек и листочков и еще я хотела сделать такой эффект что будто просвечивается сквозь нижнюю часть где веточки у кустов но даже не знаю что мне в итоге получилось мне просто нравится как выглядит и более реалистично я не хотела ничего изображать конкретно в этом наборе смайлов мне больше всего конечно же понравился димончик потому что не знаю мне кажется это достаточно милый какой-то атрибут и и наверное на нем держалась вся моя композиция потому что если бы выпало что-то другое например еще одно сердечко то наверное уже нужно было бы рандомайзер снова запустить ну или может я как-то выкрутилась об этом я могу только узнать в следующий раз и я не знаю как это работает но он после внесения деталей особенно мне понравилась идея добавить туда цветочки лимона на фон белые они как-то всю эту зелень и желтизну немного теняют можно там порассматривать все-таки что такое нарисовано не только какие-то непонятные безобразные пятнышки которые которыми я пыталась изобразить просто листву потому что это вообще не мой любимый элемент в рисунке деревья рисовать для меня это достаточно сложно я хоть и понимаю как они растут но учитывая все разнообразие какими деревья могут быть в природе с одной стороны их можно изображать как захочется с другой стороны но не будет это похоже если ты не посмотришь на референс и например как растет клён вот нарисуешь его с другими веточками и тем более с другими листочками и это уже не клён но с другой стороны это может уже какое-то другое растение которое тоже наверно существует я уже давно хотела бы потренироваться рисовать всякие растения и мне вообще нравится изображение природы но вот сама я ее рисую можно сказать редкой и только в таких челленджах на платье я решила добавить какие-то неоновые линии я вообще не знаю какой черт меня дергал это сделать и тем более что ткань вроде не предполагает таких ярких акцентов и решила я их нанести вокруг теней вокруг теней у меня получилось как-то ну не очень непонятно что это за эффект такой у ткани а вот там где я нанесла и в глубину тени мне понравился эффект какой-то и красочности придало это платье потому что я еще не видно на видео но видно по итогу что я его пыталась немного выбелить мне хотелось сделать его более светлым потому что чтобы добавить свежести изображению чтобы девушка как-то выделялась среди такого буйства красок так всегда мне понравилось работать над лицом персонажа хотя в этот раз мне далось это сложнее чем прошлых смайлов почему-то линии у них никак не выходили красивыми потому что я помню что в том видео мне это очень просто удалось я даже удивилась потому что над лицом я всегда работаю очень много и обычно это долгий процесс но в том видео это было очень быстро я подумала что это из-за выравнивания автоматического линий но в этот раз почему-то оно не сработало и мне пришлось еще там ластиком подправлять многое несколько раз я перерисовывала глаза хоть это и не стала вставлять видео но просто знайте что там очень много правок было конечно же мой любимый элемент рисунки это волосы особенно мне нравится их рисовать в таком полу декоративном стиле более мультяшно потому что в реализме волосы для меня что те же деревья или трава когда какой-то элемент повторяется много раз я абсолютно теряюсь а как его рисовать еще и ближе только к концу рисования поняла что я забыла нарисовать ухо кстати то же самое было у меня в прошлый раз почему-то этот элемент лица я забываю и конечно же я потом прошу его еще сережку никак особо я не реалистично я нарисовала уши кстати про них не было видео в полезных штучках где я рассказывала как рисовать руки о позор позор мне что я видео как бы обучающая сняла а сама эти руки не стараюсь рисовать но я сама себе это прощаю потому что знаю что и без них будет хорошо это не на конкурс это не для чего-то важного ну подумаешь какая-то кривая у меня там рука также когда я уже уточняю детали на картинке я очень люблю изображать свет я очень люблю когда он обволакивает предметы на рисунке и вообще я это очень часто добавляю ну на многих моих рисунках такой элемент есть мне почему-то просто очень нравится как это выглядит причем довольно часто я по-разному это изображаю тут это в виде обводки которая отображается нет не отображать отражается на кустах потому что солнце находится сзади свет также проникает через какие-то верхние листики у деревьев и конечно же отражается на блестящих гладких роскошных локонах девушки которую я нарисовала это один из тех приемов которые я применяю на волосах придавая им блеск хотя даже без них выглядело приемлемо хотя вот эти пятна как у далматинца которыми я изобразила тень может они портят я не определилась честно до сих пор сама нравится мне эти пятнышки или нет так я изобразила просто тени в принципе когда я смотрю на всю работу в целом они абсолютно никак мне в глаза не бросаются что что-то не так с волосами поэтому я считаю это приемлемым также пока видео не закончилось я напоминаю вам что у меня теперь есть игровой канал шумшу играет также у меня появился канал на цене на котором сейчас будет выходить прошлогодние видео по катябрю потому что некоторые его не видели точнее там целая серия видео и это будет просто напоминанием о прошлогоднем прекрасном первом моем завершенном челлендже в этом году возможно будет новый какой-то я еще не определилась может быть это тоже будет мактобер ну посмотрим пока я ничего не загадываю а еще в телеграме теперь у нас есть не только чат где мы общаемся о жизни есть также мой канал на котором я постараюсь почаще выкладывать какие-то посты и также медиа медиа с канала которые всякие рисунки и прошлые и нынешние все буду выкладывать там просто мне кажется что такой формат не будет вести проще и я буду почаще там напоминать о себе еще я решила вам показать не знаю удачное или неудачное решение в общем сначала мне хотелось добавить облака облака на небо в закате я недавно когда рассматривала разные изображения и фотографии поняла что облака бывают не только светлыми а вообще они бывают чаще темными если солнце располагается за ними и я решила этот прием попробовать на своем рисунке по итогу мне не очень понравилось я пыталась как-то выровнять эту ситуацию но что-то какими-то лишними они мне по итогу показались и самым верным решением конечно же лично для меня было добавить снова звездочки так как это закат то они в принципе могут находиться уже на небе мы-то и днем наблюдаем луну и некоторые особо яркие звезды но без звездочек я вообще никуда напоследок уже перед завершением рисунка я немного поиграла с тенями на платье потому что оно мне казалось слишком темным я придала ему более синий оттенок в тенях и сделала посветлее по итогу мне такой вариант больше понравился потому что я проверила с предыдущим и для меня этот вариант более светлый оказался более подходящим собственно вот такой солнечный можно сказать уходящий летний арт у меня получился по этим трем смайлом я очень довольна результатом хотя это было на скорую руку пусть это прозвучит как оправдание и хоть это было очень сомнительно в некоторых моментах особенно на моменте с облудкой которую я сделала абы как но как будто бы добавление детали карандашом чуть-чуть подправило ситуацию и мне даже кажется что это выглядит как какая-то мультяшка теперь также я очень благодарна за просмотр за ваш надеюсь уже поставленный лайк и подписку для тех кто не подписался а на этом у меня все всем тепла так 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 так